Я открою! Уи! Сюрприз! Сестрёнка! Привет, Аня! Бенди! О, да, но я не ждала вас до завтра! Я же знаю, как ты любишь своих племянниц, вот и привезла их на день раньше! Губка-баб, это моя сестра Роззи и мои племянницы! Эту зовут Макадамия! Здравствуйте! Сундучок! Здравствуйте! И малышка-фисташка! Здрасте! Девочки, это мой друг Губка-баб! О, что за ангелочки! Ангелочки, ну всё, мне пора назад! Свобода! Они приехали слишком рано! Я не успела закончить подарок! Ни о чём не тревожьтесь, дамочка! Я присмотрю за вашими девочками! Спасибо, Губка-баб! Но я должна предупредить тебя о своих племянниц! Ну что-что, нянчиться с детишками! Я уверен, Сэнди! Ой, извините! Всем слушаться, дядю Губку-баба! И оп! Сказочка! Злато-рыбка и три морских мишки! Глава первая! Взлом и вторжение! Зря времени трать! И глуп ты, если... Кто-то любит читать! А мы любим арм-рестлинг! Арм-рестлинг! Вы уж поаккуратней со мной, девочки! Девочки пришли! Я ждал весь день, чтобы посмотреть твой телевизор! Патрик, ты мог посмотреть его и без меня! Я забыл, как он включается! Покажи что-нибудь свежее! Я хочу тебя посмотреть! Ну же, давай! Хе-хе-хе! Пожалуйста! Вот и все! Как ты запоминаешь все эти технические штучки! Да! Патрик, племянница Сэнди! Очень приятно! Эй, детки! Который час? Час, когда шерешься! Хе-хе-хе! Обожаю этот выпуск! Ну и ну, разве не странно? Это наша любимая телепрограмма! Хе-хе-хе! Наконец можно отдохнуть и поработать! Та-дам! Та-дам! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! А-а-а! М-м-м-м! М-м-м! 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 О-о-о! Ушки-ракушки! М-м-м! М-м-м! Ну, так-то лучше! М-м-м-м! О-о-о! Небеса! Хе-хе! Запуск! У-у-у! У-у-у! Кто будет брауни? У-у-у! Хе-хе! Ладно, подготовлю еще! Хе-хе-хе! Хорошо! Прогоним прочь, Нахалат! Да поскорей, пока он не испортил нам весь день! Следующая остановка – мир перчаток! Поставьте мне брауди! Бабуля! Я просил не звонить мне на этот экран! Шелдон, это ты? Да, я, бабуля, рад был тебя видеть! Ну, всё мне пора! Хорошо, милый! Увидимся завтра ровно в 8 утра! Чудно до завтра! А что? Завтра в 8? А что будет завтра в 8, бабуля? Ты что, не помнишь, глупыш? Ты и обещал мне, что станешь владельцем Красти Краба к моему 90-летию! Так вот, завтра мне стукнет 90! Ты ведь уже стал владельцем Красти Краба! Правда? Ложь! Ложь! Точно! Конечно, Красти Краб теперь мой! И мне не терпится показать его тебе завтра утром! Тогда до встречи! Ай! Затрещина для Плактона! А мне нужен мой Рей Рей! О, что мне делать, Карен? Как мне обвести бабулю вокруг пальца? Одну слезливую историю спустя! Я не клюнул! Ты выдумал все эти бабулины сказки, чтобы украсть формулу! Я не хотел идти на крайние меры, Юджин, но... О! Уфка Боб! Что это с его глазом? Искреннее лицо Планктона увидишь не часто, мистер Краб. Оно означает, что сейчас он говорит правду! Знаешь, у меня ведь тоже есть бабуля! А-а-а! Так и быть, я клюнул! А-а-а! Спасибо! Привет, бабуля! С днем рождения! Я так рада вас видеть, бабуля Планктон! О! Кто пригласил этот калькулятор? Я попыталась! Я помогу тебе с сумочкой! А-а-а! Ну вот мы и на месте! Добро пожаловать в Красте Планктон! Я назвал его в твою честь! О! Правда? Ты лучший внучек в мире! А это кто? Мои сотрудники, бабуля! Это Губка Боб, это Юджин! Привет, бабуля Планктон! Какие милые ребятки! Уверена, они еще милей, когда трудятся! Слышали, бабулю? Вы не на параде! Живо за работу! А-а-а! Хе-хе-хе-хе! Да, конечно, Планктон! Хе-хе-хе-хе! Для тебя мистер Планктон, младший официант! Простите, мистер Планктон, больше не повторится! О, смотри! Кажется, кто-то спит на работе! М-м-м-м-м-м-м-м-м-м! Э-хе-хе-хе-хе! М-м-м-м-м-м-м! А-а-а! 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 Так-так! Кто это тут такой умный? О-хо-хо-хо! А-а-а! Не верю своим глазам! Как зовут этого прекрасного юношу! А-а-а! А-а-а-а! О, это Сквидвард! Он тут никто! то пошли дальше. Сквидвард, скажи, мы с тобой не встречались в порядке? О, кажется, у кого-то появилась не слишком тайная поклонница. Дамочка, не хочу показаться грубым, но кыш с моего носа. Подыграй-ка ей, Сквидвард, не то уволю. Ладно, бабуля Планктон, где же ты была, всю мою жизнь? Зови меня Лили. Хватит, бабуля, мне за тебя неловко. Гони на кухню, Сквидвард. Попробуй-ка планктон-бургер, бабуля. С пылу, с жару. Тут понадобятся зубки. Ой. Ой, мои кусачки. Ну, ничего. Мой милый Сквидвард разжует его для меня. Ну, конечно, я что? Вот так жуй хорошенько. Все, дальше я сама. Объедение. Дай нам задание. Дай нам задание. Братцы. Дай нам задание. Братец. Ну же, последнее. Боюсь, что это... Это невозможно, но... Если бы кто-нибудь мог найти моего потерявшегося брата. Брата? Я не виделся с ним с самого детства. Ребенок с усами? Он быстро развивался. Как его звали? Звали... Какое милое имя. Вот бы увидеть его еще разок. О, нет. Это так печально. У меня даже подмышки плачут. Вперед, Патрик. Нас ждут экстремально трудные поиски. Да. О, благодарю вас. Вот и все. Ха-ха-ха-ха. Брат Сквидварда! Брат Сквидварда! Брат Сквидварда! Брат Сквидварда? О, куда он? Брат Сквидварда! Что за дурик сбрил усы? О, нет. Шесть месяцев спустя. Ха-ха-ха! Брат Сквидварда! Э-э-э... Брат Сквидварда! М-м-м! О-о-о! Миссис Тентиклс? Миссис Тентиклс, вы мама Сквидварда. Вы должны знать, где сейчас его брат. Его брат? Но у него никогда не было брата. Мне его одного хватало. Это очень грустно. Сквидвард так мечтал иметь братика, что ему пришлось его придумать. О, нет. Теперь нам будет еще труднее его найти. А-а-а! Эй! У меня туча идей! Сейчас, приятель! Нет, я хочу их впитать. У-ху-ху-ху-ху! У меня есть план! А-а-а! У-ху-ху-ху! ТОНС Ма-а-а! А-а-а! 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 У меня два чудесных новых дома. А приятнее всего, что от этих олухов никаких вестей Сквидворк, мы нашли твоего брата Что за простофилий? Нет у меня никакого брата Теперь есть Два брата, мы! О чем вы, глупцы несчастные? Заходи, мамочка Мама? Разве не прекрасно, малыш? Я усыновила твоих лучших друзей Братик Какая у вас славная семья Улыбочка? Нет, 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 нет Эй, что ты скачешь как ерш на сковородке Нет, 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 он ищел за рассудка. Не было у него рассудка. Ой, я уже видел такое, я знаю, что делать. Нет, 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 нет. Когда у Патрика случаются припадки, желе медузы маш на пузо. Вот единственный способ его угомонить. Ну, а когда он приходит в себя, то почти ничего не помнит. Приятель, тебе лучше. Расскажи последнее, что помнишь. Я помню, как звонил колокольчик. Когда я был маленькой звездочкой, и мне пора было принимать ванну, родители всегда звонили в колокольчик. Слег, пора ванну. О, я не любил мыться. Нет, 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 нет. После этого единственное, что я помню, это нечего. Значит, пришло время активных действий. Я должен помочь другу. Я заставлю замолчать каждую звенелку в этом городе. Начиная с я. Этой. Я. Я. И вот с этой! О, нет, нет! Нет! Нет, 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 нет! Здравствуй, сынок. Мы видели сегодняшний бой. По телевизору. Мы так гордимся О, привет, мистер и миссис Стар Знаю, учебные родители, но не спорила звонить в колокольчик каждый раз, когда Патрику пора мыться Что? Мы никогда так не поступали Да, ни разу Что, вы не звонили в колокольчик? Нет, ты что, не помнишь? Мы пищали резиновым утенком Мой резиновый утенок Да, вот он О, такое навсегда впечатывается в сердце, правда, мистер Крабс? О, пожалуй, я еще смогу их склеить Уточка, интересно, она все еще пищит? Нет Нет, 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 нет-тет, 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 нет-тет О, знаешь, это сначала А теперь превью вас за них старшим Ну все, тут сам краб ногу сломит. Ты разрушаешь мой бизнес, и я теряю деньги. Убирайся. Ты не имеешь права выставлять стариков на улицу. Помни, старших надо уважать. Старших надо уважать. О, старик Дженкинс, я хочу кое с кем тебя познакомить. Что тебе еще нужно? Перед тобой мой отец. И он постарше, чем ты. Так что прояви уважение к папиным словам. Приветствую, Дженкинс. Тебе пора поднять паруса и быть высвоящим, сынок. А я так не думаю. Да вот вопой. Папа, что? Очень старый старик Дженкинс старший. И вон куда старше твоего старика, Крабс? И мы останемся здесь. Но вы, молодые, должны уважать старших. А я говорю, Дженкинсам следует уважать того, кто еще старше. Моего дедулю. В эту игру могут играть двое. Мой дедушка Дженкинс. Помню дни, когда Крабсбургер стоил 10 центов. Вот как. А я помню дни, когда он стоил 5 центов. Так-так, лучше не будем о дешевых Крабсбургерах. Хватит о старом. Пришло время для очень старого. Верно, мой прадедушка Крабс. Пора просыпаться, прадедушка. Пора защитить часть семьи. Уважай кого-то. Я что, состарился? О, прапрадедушка Крабс. Вернись к нам вновь, заклинаю тебя. Ха, ты старше, чем они. Гони их отсюда. Я хочу говорить с моим пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушкой Дженкинсом. Задай им, древний пра-пра-Дженкинс. Юниус, игнораний, старшийкус, уважателькус. Ты, ты должен уважать старших. Мои старики научат твоих стариков уважать старших. Вперед, Крабсы. Дженкинси, в атаку. А-а-а-а. Эй, ребята, вы нас расстраиваете. Да, знаете ли, не так часто посещаем мир живых. Так что мы хотим повеселиться. А вам, юнцам, нужно научиться уважать старших. Освободите помещение. Привет, мама, папа. Мне очень приятно. О-о-о. Покорнейший, прошу. Спустя одну просьбу. Теплое молочко и успокаивающие звуки неодобрения, чтоб вам лучше засыпалось. Гулять, больше не пойдешь. А можно вас попросить не устраивать, тарарам? Тут вообще-то взрослые пытаются уснуть. Что тут еще? А-а-а. Ясное дело. Спокойной ночи, милый моллюск. Маргарет, милая. Боюсь, наш сын стал просто старым перечником. Извини за выражение. Ну, я-то хотела сказать, он зануда, кисляй и вообще душнила. Давай смоемся отсюда и развлечемся. Что-то ты отстаешь. Ну, и где вы были? Сейчас восемь часов ночи. Я так волновался. Ну, мы немного развлеклись. Вы ведете себя, как дети. А ты ведешь себя, как примитив. Ну да, я квадрат. И я решил вести себя, как зрелая личность. Имейте это в виду. О, хорошо, мистер зрелый. Пора нам немного повеселиться. Имей это в виду. В бикини-боком наступила ночь, детка. Оторвемся по полной. Опа-опа. Давай, сын, иди к ней. Хм. Это приказ, сынок. О, ладно. А мы еще могем. Ну, давай, душнила. Не портсь веселье. Давай, давай. О, как-то это по-детски. Что тут еще? Скуп-кабуб! Это же Раслинг в масках. Просто детский сад. Ну, пожалуй, это сойдет. Ничего такого, просто посидим, посмотрим. Мы пришли сюда не смотреть. Мы пришли биться. Бой парных команд «Лос Диаблос» против «Мадре» и «Падре». Мама! Папа! Нет! Эф! Мама! Папа! Мама, папа, я иду вам! Мама, папа, молочи, Нагубка Боб! Мы болеем за тебя, малыш! Следующий бой! Эль Крышка против Синьора Мешочек Орехов! Стоп, стоп! Мама, папа! Хватит! Хватит! Правда же прикольно? Куда девался этот мешок с орехами? Я есть хочу! Как насчет хот-дога? Так, ребята, хватит! Убавьте там у себя громкость! А у меня идея! Давайте играть, так время пройдет быстрее! Ура! Во что мы будем играть? Фрятки! Почему он не хочет водить? И тогда она ушла! Ищите меня! Ты что? Посетите Большой Барьерный Риф Торговый Центр Загородный Магазин Лососевый Путь Автогонки Брейта на 400 Итак, поднят зеленый флаг И трасса конца началась! Вот он победитель! Ах? Ох! Иnh! Воню sir! Ох! Ах! О! Большое향 о а? Может, споем песню в путь? Путь, 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 путь Как далек наш путь, путь, путь Но нет, я не устал, путь, путь Мне кто-то в глаз попал, путь, путь Как далек наш путь, путь, путь Но какая красота, путь, путь Как далек наш путь, путь, путь Не надо меня щекотать, путь, путь, путь Громче бой, трезем в путь Путь, 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 путь Вместе с нами песню в путь Вместе с нами в путь Путь, 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 путь Э, кто еще знает хорошую песню? Далеко еще до ближайшего сервиса? Наверное, очень далеко, сынок Станция техобслуживания, наверное, очень далеко Кажется, ты прав Станция техобслуживания Ну, что там? Да вот, распредвал полетел Трубы газораспределители лопнули Радиатор потек, тоже накрылся Масляному насосу крышка И инжектор тоже полетел И что это значит? Да как бы вам попроще объяснить Если не заведется, значит, не заведется Ага И сколько на все это уйдет времени? Ну, это, дорогие мои Смотря сколько у вас времени Смотря сколько Не смешно Эй, зато здесь очень уютная гостиница Пошли Не могу, скучища Хуже, чем скучища Это скукотища Ребята Смотрите, тут игровая площадка Площадка! Тяжелая! Интересно, что там внутри? Привет Ой, как же там тесно Кузен Стэнли! Кузен Спанчбоб! И что же привело тебя в бикини-ботом, Стэнли? Дядя Шерм посоветовал мне навестить тебя Он просил передать тебе письмо О, точно Держи Дорогой Спанчбоб! Я хочу, чтобы кузен Стэнли пожил с тобой Он не может продержаться ни на одной работе И портит все, к чему прикасается Я очень устал от этого Может, ты его перевоспитаешь? Люблю дядя Шерм Что ж, я всегда рад тебе, Стэнли Мой ананас – это твой ананас Ух ты! У тебя есть собственный холодильник А Далис Шерм не разрешал мне пользоваться своим О-о-о! Хе-хе! Ну что ж, теперь мне не придется мыть холодильник О-о-о! Стэнли! Ты там в порядке, Стэнли? Твой туалет такой клевый! О-о-о! Неужели это то, о чем я думаю? Что ж, пора было помыться Телевизор Дядя Шерм никогда не разрешал мне смотреть телевизор Но почему? Вот почему А это что? Ай, ну ладно Все равно по телевизору ничего хорошего нет Ничего Ты работаешь в Красти Краби? Я не просто там работаю Я вице-заместитель главного менеджера по некоторым вопросам Это я открываю главный вход Это я обслуживаю клиентов И я провожу ежегодную санитарную экспертизу У-у-у! А здесь что? Это я жарю крабсбургеры Лучшая работа на свете Мое призвание Вот бы у меня было призвание О-о-о! Стэнли! Ты просто еще не нашел свое место в жизни Вот и все! Ты правда так думаешь? Я в этом уверен Наверняка мой друг Сквидвард тебе поможет Привет, Сквидвард! Позволь представить тебе мой кузен Стэнли Мы родственники Теперь их двое! Продается Переезды для бикини-ботом Поехали! Твой друг Сквидвард вроде бы занят Ну и ладно! Я уверен, что Сэнди что-нибудь придумает Привет, Спанчбаб! У тебя новый друг? Это мой кузен Стэнли Квадратные штаны Я подумал, может, ты поможешь ему стать ученым? Ну, конечно! Рада знакомству, коллега! И я тоже очень рад Ты сегодня собираешься наделать для меня много денежек? Да, сэр! О, как было бы здорово, если бы был еще один такой же! Один, два И их двое Он выглядит как ты Он пахнет как ты И на вкус он такой же, как ты И он обожает работать прямо как ты Ну что, это так? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Да, сэр! Ты получил на работу Ты должен брать у людей деньги и класть их сюда Ух ты! Можно потрогать? Деньги Сгорают! спать боб кто виновен в том что это произошло я наверное я мистер крабс ты на испытательном сроке что же стэнли благодаря тебе я на испытательном сроке если хочешь сохранить эту работу тебе лучше мой первый покупатель привет я стэнли о это так волнующе я бы хотел стойте стойте подождите я не хотел бы забыть это мгновение ну вот я запомню его навсегда а теперь давайте в смешных шляпах и как будто мы злимся друг на друга алые розы фиалок цвет голубой даже мировое господство не сравнится с тобой кажется она не любит стихи поэзия записки ничего не действует может попробовать лезть а я правда такая прелестная о да я от вас тащусь расскажите о себе душка ну я лангтон крабс юджин мама мама спанч боб спанч боб это выражительное создание твоя мама этот уродливый аферист недоросток твой ухажер а эта привлекательная губка ваш официант спанч боб не знаю какое ты затеял надувательство планктон но на этот раз ты зашел слишком далеко юджин опусти моего жениха на дно ресторана жениха но мама ты слышал что сказала леди отпусти здесь не нравится идемте планктон я сожалею что мой сын испортил наш романтический вечер я предупреждаю тебя планктон держись подальше от моей матери я знаю ты что-то задумал я серьезно юджин я изменил свои взгляды увидев эту очаровательную женщину я влюбился как мальчик твою любовь это сплошное притворство и обман ты просто задумал выведать рецепту моей матери в голову не возьму о чем ты толкуешь как всегда рецепте крабсбургера твоей матери тоже известен рецепт крабсбургера только пожалуйста не нужно придуриваться конечно она знает это же старый семейный рецепт а ты не член нашей семьи я повторяю в последний раз держись подальше от моей матушке не член семьи да пора это исправить я джин мама сколько раз говорит чтоб ты не вмешивался в мою жизнь мама открой глаза он старается украсть рецепт крабсбургера прямо из-под тебя да будет тебе известно юджин он ни разу не спрашивал меня рецепте он может знать что я его знаю да действительно это смешно и повторяю не вмешивайся в мою личную жизнь мальчишка иди в свой кабинет живо да мама кто-нибудь позвоните на небеса по моему от них ангел сбежал о шелдон о миссис крабс о нептун внимание прошу внимание я намерен сделать заявление миссис крабс в присутствии всех в этом ресторане я прошу ваши руки дабы соединиться узами брака вы выйдете за меня хватит не буду прятаться в комнате как испуганное дитя я поступлю как мужчина оооо мамочка прошу не выходи за плохого дядю не нужно я его не хочу опоздал крабси мы с ней поженимся а ты станешь моим послушным сынком в чем дело малышка спасибо за предложение мой друг это честь для меня но простите я не очень готова к такого рода отношениям да что же это вы предпочли кого-то другого я я себя неловко чувствую лучше подожду в машине я не могу поверить в это робот вам милее нет нет планктон а это не то что вы думаете не надо мне больше лгать вы унизили меня и теперь должны мне за это давайте рецепт крабсбургера и мы в расчете возмутительно так выходит из-за него вы все это задумали нет нет не сразу смысле не в начале я имел ввиду малышка я верю лучше полюбить и потерять чем никогда вообще любви не знать и потом где они встретят такого тупицу не волнуйся патрик я буду этим тупицей уж я так сыграю свою роль что они сочтут тебя умнейшим из умных да здравствует разум шесть восемь сорок пять три шты три восемь марти может еще разок позвонить дважды 26 привет мама и папа сынок неужели ты нас не узнал как я могу не узнать своих родителей с прошлого раза ты очень поумнел может пригласишь нас в дом наверное он не помнит где живет помню я стой лучше не говоря то мы заблудимся идем дорогая патрик патрик он назвал меня по имени как тебе удалось его научить он меня укусил патрик выйдем на кухню дурале вздумалась о чем-то поболтать со мной наедине вот тупица то ну что у тебя на уме постой я уже сам знаю ответ ничего само собой ты же туп патрик по моему ты слегка перегнул палку шутки для тебя сложновато я постараюсь шутить попроще патрик ты так говоришь словно я и в самом деле туп я дружу с тупицей я ждал что ты скажешь что-то в этом роде глупцы всегда пребывают в счастливом неведении о том насколько они глупы что ты говоришь придумал какой-то несуществующий план а впрочем продолжай в том же духе для тебя поддержу давай попробуй убедить всех что на самом деле так я и сделаю не волнуйся я пока подержу эту штуку я должен признаться я только притворялся глупым я нарочно вел себя как тупица чтобы патрик выглядел лучше на моем фоне я умею есть разговаривать и все такое я могу отличить день от ночи что если мы с вами начнем сначала привет меня зовут спанчбобская пенс и я не тупица удивительно всего три минуты на кухне с нашим сыном и он заговорил длинными фразами отличная работа сынок стараемся пап похоже одного урока ему все же маловато поймите же вы я не тупой у меня есть мозги я вам даже снимок покажу это их натуральная величина они нормальной величины и отлично работают вот тупиться бы этого не смог сынок ты его считать научил да еще и петь у него короткое замыкание видно перегрелся да уж сынок если сравнить ум с лампочкой то в твоей приблизительно на 3 ватта но у этого не больше чем выцаревшие спички даже телефонный оператор умнее чем он но вот что я тебе скажу поглядев на него я понял что ты не так уж и глуп я сегодня словно впервые тебя увидел ты согласна со мной джанет еще бы марти джанет марти кто вы и откуда взялись марти я боюсь прошу прощения патрик не знаешь кто эти двое они весь день стоят перед моим домом и кричат где патрик я скоро свихнулсь мама папа надо же сынок на этот раз ты нас узнал и не забыл надеть свои шорты ха-ха-ха-ха 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 о дорогая все верно у нас же нет сына ха-ха-ха-ха прошу вас друзья ха-ха-ха ха-ха-ха ребята не врались это блангтон привет ура я просто их всех давно не видел здравый кузен здрасте это я клев устаю с наших это руфус джейт били боб били джим били били боба бобли тот инис эфио митэми угадай хватит понял прошу вас всех в мой гостеприимный дом так вот мы захватим ресторан крабса и я заполучу его секретный рецепт а зачем нам какой-то рецепт тебе нужно заплатывать а вам что нужно как что мне нужна новая струна на банджо а мне второй шапок вот такой а я хочу себе новую модель а я хочу пиво а я хочу пиво помогите добыть секретный рецепт и вы получите столько пива сколько в вас в лесе ура вперед друзья мы победим ну что вы скажете уже пора закрывать а мы до сих пор не видели тут и кончиков усов планктона я считаю что здорово его проучил и поэтому он и а что предлагаю секретный рецепт противного случаях моя армия разнесет швачки вашу забегаловку да нету тебя никакой армии ах нет армии нет армии а укрянеет вокруг как но это трава трава тебе это не удастся планктон ты прав во-первых ты не пролезешь в трубу а во-вторых мне нужен сначала секретный рецепт твоих крабсбургеров рецепте тебе лучше забыть я его запрятал в свой сейф а шифр хоть убей не скажу ты судя по всему не очень представляешь какими возможностями мы обладаем приступайте действуйте внимательно будь ты проклят еще ни разу в жизни не видел ничего подобного вот он есть он мой теперь рецепт мой я все-таки добился добился своего какой замечательный день я я шелдон джей план тон один без всякой помощи победил а мы друзья разумеется вы тоже мне немножко помогли рецепт есть но ты не воспользуешься и нет воспользуюсь тебе рецепт лучше не знать предупреждаю в нем есть кое-что непредназначенное для твоих глаз глаза все это вранье попрошу исполнить тушь внимание сейчас мы наконец узнаем что делает крабсбургеры такими восхитительно вкусными и так в этот рецепт входит одна только чесноку немного соли остановись три ложки сушеного лука хватит читать одна горсть любви довольно все это перемешать самым главным ингредиентом а именно с пятью десятью девятью граммами планктона планктона я говорил ты что глухой да глуховат мотай отсюда уже 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 все ушел все привет я явился мистер крабс это настоящий рецепт ваших крабсбургеров естественно нет если планктон об этом узнает он конечно снова вернется а